Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте вам представить клинические случаи терапии ингибиторами контрольных точек пациента с диссиминированной меланомой кожи. Пациент 68 лет, осенью 2013 года, заметил увеличение невуса в межлопаточной области. К декабрю он обращался к врачу, было выполнено сначала экономное сечение в частной клинике по месту жительства, но потом обратился в государственное учреждение, ему была выполнена реэкцизия после операционного рубца, подмышечная лимфоденоктомия, верифицирован диагноз меланома, в лимфатических узлах метастазов не было обнаружено, далее пациент терапии не получал, просто наблюдался и более чем через год, в апреле 2015 года было выявлено прогрессирование процесса, появление метастазов во внутригрудных лимфатических узлах. Пациенту было выполнено молекулярно-генетическое исследование, мутация БРАФ не была выявлена, однако была выявлена мутация НРАС. На тот момент пациенту было предложено проведение первой линии системного лекарственного лечения, химиотерапии, декарбазином. Было проведено 4 цикла в сочетании с миотонином, достигнут эффект стабилизации, однако отмечалось незначительное увеличение очагов. Через месяц решили провести контрольное обследование и было выявлено прогрессирование во внутригрудных лимфатических узлах. Была попытка терапии интерфероном альфа в малых дозах, были отмечены осложнения лечения, терапия была отменена. На тот момент в нашем центре была программа расширенного доступа к препарату Ипилимумаб. Пациент был в нее включен, была начата терапия в сентябре 2015 года. После первого введения пациент отметил появление кожной сыпи третьей степени на коже передней грудной стенки, верхних и нижних конечностях спины. Была назначена терапия преднизолона в дозе 1 мг на килограмм. Нежелательное явление быстро регрессировало на фоне терапии, терапия Ипилимумабом была возобновлена, выполнено еще два введения. И после третьего введения пациент сообщил, что он госпитализирован на стационарах по месту жительства с жалобами на сухой каши, на повышение температуры тела до 39 градусов. По месту жительства ему было выполнено исследование органов грудной клетки. Была выявлена такая картинка, как представлено на слайде, усиление легочного рисунка при корневых базальных отделах. Была назначена антибактериальная противогребковая терапия, однако без эффекта. И по нашим рекомендациям пациенту была начата терапия преднизолона в дозе 2 мг на килограмм. Терапия была длительной с последующим медленным снижением дозы препарата. Однако явления пневмонита полностью разрешились. Тем не менее, это иммунопосреднежелательное явление послужило причиной для отмены четвертого введения эпилемумаба. Тут я должна отметить, что это довольно редкое осложнение для эпилемумаба. Пневмониты не часто наблюдаются, поэтому изначально назначение высоких доз кортикостероидов было с отсрочкой именно для верификации процесса между пневмонией и иммунопосредненным иммунопосредненным пневмонитом. После трех введений препарата и длительного снижения дозы кортикостероидов было выполнено контрольное обследование, наблюдалось прогрессирование процесса как во внутригрудных лимфатических узлах и также появление очагов в легких. После этого в жизни пациента случилась неприятность, он получил травму, компрессионный перелом позвоночника, проводилась длительная реабилитация, пациент не мог получать терапию по месту жительства, наблюдался у травматологов, однако по данным контрольных исследований, которые он нам присылал, темпы прогрессирования, которые продолжались, они были медленными. Пациент был в удовлетворительном общем состоянии и после разрешения травматологических проблем пациент приехал к нам на контрольное обследование, у него отмечалось прогрессирование, на тот момент у нас была активна программа расширенного доступа к препарату Ниволумаб, мы серьезно размышляли над тем, чтобы включать этого пациента или нет в программу, советовались с представителями фирмы Брисель Майерс по поводу этого пациента, учитывая спектр иммунопосредственных желательных явлений на фоне терапии пилюмабом. Однако решили включить пациента и в ноябре 2016 года он начал терапию, на сегодняшний момент пациент получил 21 введение Ниволумаба, по данным обследования частичный регресс и готовясь к выступлению в этом моменте я собиралась закончить данный клинический случай, показав именно разницу в спектре токсичности и эффективности между двумя препаратами, и пилюмабом, и неволумабом, так как на фоне терапии неволумабом в течение всего времени терапии нежелательных явлений не отмечалось. Однако 21 сентября пациент сообщил о появлении жалоб на сухой кашель, одышку, выраженных болей в горле, повышение температуры тела до 39 градусов. Сразу была назначена эмпирическая антибактериальная противогрибковая терапия. Были даны рекомендации пациенту по дообследованию, выполнению исследования рентгенологического органа в грудной клетке, максимально быстро он смог выполнить рентгенографию. Там вот такая картина, выраженное двустороннее усиление рисунков при корневых и базальных отделах легких, в том числе и склерозированный компонент присутствует. Данное осложнение, конечно, в первую очередь мы думаем о пневмоните на фоне лечения неволумабом. Но учитывая отсутствие данных о клинико-биохимическом обследовании пациента, сразу мы не могли ему рекомендовать назначение высоких доз кортикостероидов. Сегодня пациент сообщил, что на фоне антибактериальной терапии у него отмечается улучшение самочувствия, температура тела пришла в норму, лихорадкинный момент не отмечается. Смущали жалобы на боли в горле и выраженную гиперемию зева, со слов пациента, на данный момент боли в горле уменьшились. Однако, конечно, рентгенологическая картина изменений в легких, она все-таки соответствует пневмониту. И тут как трактовать данное состояние пациента, как воспалительное заболевание верхних дыхательных путей, которое как-то спровоцировало или явилось причиной для рентгенологического исследования органов грудной клетки, выявление пневмонит, тут довольно сложно выявить именно взаимосвязь данных обстоятельств. Но, конечно, учитывая сейчас стабильное общее состояние пациента, он госпитализирован в стационар, и у нас есть еще время, по крайней мере, до понедельника, и проведение контрольной рентгенографии органов грудной клетки и решение о назначении высоких доз кортикостероидов по алгоритмам купирования ему напосреданного пневмонита. В конце я хотела бы отметить, что вот так иногда совершенно случайно пациент становится более трудным для обсуждения. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос, а все-таки компрессионный перелом, то чем был вызван этот травм? Он упал с крыши. А, то есть это не связано с... Абсолютно нет. Изменений в костях нет, проводятся исследования, остеистентография. Это было абсолютно жизненное обстоятельство, которое привело к такой травме. Спасибо. Так, есть ли какие-то вопросы? Да, конечно, Анна Игоревна. Конечно, рекомендации были даны именно по поводу выполнения обследований. В ближайшее время мы свяжемся с врачами, пациент лечится в Казани по месту жительства, сейчас он там госпитализирован. У тех же специалистов, у которых он лечил свой пневмонит на фоне терапии пилюмомабом, мы дали уже рекомендации по поводу компьютерной томографии, и, соответственно, если изменения будут без какого-то эффекта в легких на фоне антибактериальной терапии, будем рекомендовать терапию кортикостероидами. У меня вопрос. Можно последнее описание заключения рентгенографии грудной клетки? А как это заключение? Включите, пожалуйста. Как это заключение? Ну, не вписывается просто в классическую картинку. Последний слайд. В классическую картину рентгенологическую. Нет, последний, пожалуйста, слайд. Она абсолютно вписывается в рентгенологическую картину пневмонита. Хорошо. А разве это не вписывается в рентгенологическую картину острого бронхита? И в него тоже. Именно поэтому мы сейчас оцениваем динамику на фоне антибактериальной терапии, которая проводится. Это заболевание наступило у него достаточно остро. По клинической картине 39 градусов температура, катаральные явления совершенно очевидные. Человек простудился, может же человек на иммунотерапии простудиться? Именно поэтому такие ситуации, они всегда очень сложны в верификации процесса. Тут два состояния, терапия которых исключает друг друга. Если это воспалительное заболевание, острый бронхит или пневмония, то начало терапии высокими дозами кортикостероидов, конечно, ухудшит состояние пациента. Поэтому мы изначально, конечно, исключаем инфекционный процесс. Тем более бактериальный, это, наверное, ему, мягко говоря, не поможет. Поэтому мне кажется, что у вас еще есть время для того, чтобы дать его излечиться обычным путем. Да, конечно, в рентгенографии пневмонии это сложно. Ну, а коты-то вообще, ну, вы сделаете? Я понимаю, что вот это только-только. Конечно, мы дали рекомендации по мере возможности в стационаре в Казани. Да, только-только вчера был госпитализирован. Они выполнили ему контрольную рентгенографию. Планируется выполнение компьютерной томографии. А какая-то еще реакция воспалительная со стороны анализа в крови, там, не знаю, ликоцитоза? По анализам, по клинико-биохимическим анализам каких-то данных за воспалительные заболевания нет. Нет ликоцитоза, нет, ну, со сдвигом влево, никаких данных. СОИ-19, циррактивный белок. Но при вирусе на МОРЗ абсолютно не обязательно будет повышаться количество нейтрофилов в крови. Поэтому в данной ситуации мы не спешим с назначением высоких доз кортикостероидов. Спасибо. Спасибо.